У нас в гостях сегодня психологи, эксперты Первого канала Елена Леоненко и Галина Тимошенко. Ваши аплодисменты. А также у нас в гостях сегодня, если вот наших гостей вы могли лицезреть, наблюдать на главном канале страны, то я обещал Кларисе, теперь я тебя буду презентовать так. Знаете, друзья, однажды известный политолог, писатель Михаил Иосифович Виллер сказал такие слова, говорит, общаться с Кларисой Пульсом, это все равно, что искупаться в соляной кислоте. Ну, сегодня мы как раз проверим, да? Встречайте, у нас литературный критик в гостях Лариса Пульсом, которая эту встречу и проведет, друзья. Ваши аплодисменты. Спасибо. Вот так вот расскажешь человеку частную историю, да? Потом он ее возьмет и обнародует. Нет, правда, это чистая правда. Мы делали, все поместили, все хорошо. Это действительно, мы делали интервью с Виллером в свете вот этой последней истории, наверное, все помнят, которая была на «Эхе Москвы». Все стали вспоминать, я говорю, да, у меня тоже есть свой опыт. Вот. И как раз мне напомнили, что он тогда сказал. Ну, неважно, это тоже психология ведь, правда? Когда собеседнику, один собеседник заслуженный, говорит НТВРу, что разговаривать с ним все равно, что плавать в соляной кислоте. Виллер сам не белый пушистый зайка, я думаю, не слишком опыт. Ну, знаете, я посчитала, что это комплимент. Абсолютно согласна. Друзья, мы начинаем, мы обычно ждем там несколько минут, но сегодня мы решили, что раз у нас психологи, а психологи, в общем-то, при всем, при всей гуманитарности, гуманности занятия, люди точные, мы решили начать вовремя. И начать, знаете, с чего хочу? Вот здесь вот у нас есть две книги. Собственно, повод нашей презентации, это вот эти две действительно замечательные книги. И вот эта вот, которая оранжевенькая, которая такая веселая, симпатичная, летняя, вот наши героини увидели сегодня ее впервые. Вот действительно, я держала в руках, готовясь, то, что я тоже держала, я видела только виртуальный вариант, когда готовилась, схватила, пришла, они говорят, ой, дайте подержать, нам тоже интересно. Они увидели ее впервые. Темы вы видите, что книги, первая книга, вот такая темная, взрослая, серьезная, она про манипуляции. Вторая книга со странным названием «Лайфхаки», которая вот в психологии, я, честно говоря, пока такого термина не встречала. Ну, в общем-то, скорее этот термин нам предложили в издательстве, мы предположили, что они больше в теме того, как подобные вещи называются, и у нас во всяком случае протеста это не выпало. Было вполне симпатично, то есть мы расценили это слово как способы справиться с жизнью. Замечательно, почему нет? А более легкие способы справиться с жизнью. Нет, не более легкие, не более адекватные. Ну, лайфхак, вообще, само по себе, это легкий путь, да, это вот некий способ, который, ну, не такой сложный, как остальные общепринятые. Вот я бы сказала по-другому. У Чехова есть замечательная фраза «Жизнь, по сути, очень простая штука, и нужно приложить очень много усилий, чтобы самому себе ее испортить». Вот если с точки зрения этой фразы, то да, легкий путь, он и есть чаще всего самый правильный. То есть легкий, в смысле требующий наименьшего количества усилий из возможных. Вот так. О, замечательное определение как раз вот термин «лайфхак». Это как прямая линия, да, прямая линия всегда проще, чем извилистая. Геометрия. Две точки есть? Ну, в этом смысле да, хотя понятно, что не все жизненные задачи решаются по прямой, и иногда как раз обходной путь оказывается в итоге суммарный по совокупности. Пример. Пример, да. Это мы так, понимаете, что мы сейчас разговариваем, это так мы разгоняемся. Разминаемся. Вот мы до встречи думали, с какой книги стоит начать. Одна книга, в общем-то, уже, конечно, которая темная и строгая, она для взрослых людей. Вторая книга ориентирована подросткам. Но все-таки жизнь подростков, наверное, слишком сильно завязана на родителей, поэтому, может быть, имеет смысл начать вот не с новинки, не с той, которая только что появилась. И, кстати говоря, она пока продается только здесь. Больше нигде эту книгу не купишь. А с книги, которая для взрослых и, я так понимаю, состоявшихся людей. Да. У нас была в этой книге главная задача, хотя это для очень многих людей звучит ужасно, но реабилитировать само по себе понятие манипуляции, которая, на наш взгляд, абсолютно не заслужена, приобрело знак минус. Приобрело или... Ну вот мы же привыкли, что, когда тебе говорят, тобой манипулируют, это плохо. А ты не давай. Ведь смотрите, здесь, ну как всегда, как с большинством понятий человеческой жизни, все зависит от того, как это слово определить. Да, и мы это слово определяем, как любая попытка повлиять на мнение, отношение, желание или действие другого человека. С этой точки зрения практически все, ну не все, хорошо, 90% человеческого общения есть манипуляция. Когда мы просим кого-то передать нам соль. Человек сидел себе спокойно за столом, ел свою котлету. У него не было никакого намерения носиться с соломкой. Он взял эту соломку, передал нам, то есть потратил пусть немного, но все-таки усилий. Исключительно потому, что мы его об этом попросили. Манипуляция? Манипуляция. Кто пострадал? Да никто не пострадал. Если не хотел, мог не давать. Я тебе представляю, сидят люди за столом, ты говоришь человеку, а передай мне своим, говорит, не, не передам, я котлету ем. Это уже вполне возможно. Опять же, любая просьба предполагает возможность отказа. И с этой точки зрения, манипуляторы все, манипуляторы дети, тут это все знают, с этим никто не спорит. Но почему-то в этом случае люди обычно соглашаются считать манипуляцию чем-то непротивным и не ужасным. Манипулируют родители, когда пытаются создать у ребенка какие-то представления о чем-то, да, или изменить ему представление, объяснить ему, что такое хорошо, что такое плохо, объяснить ему, как в каких-то ситуациях надо действовать. Это манипуляции. Манипулируют режиссеры, писатели, актеры. Они все хотят вызвать у нас определенные чувства, определенные мысли. Манипулируют все преподаватели. От школы и до самых высот высшего образования. Они ведь тоже создают у нас какие-то представления. Манипулируют руководители. Умные подчиненные манипулируют руководителями. Список можно продолжать до бесконечности. Другое дело, что манипуляции могут быть открытыми и закрытыми, честными и нечестными. Честная манипуляция в нашем понимании. Вы, кстати, не удивляйтесь, что я говорю о двоих. Вот в нашем тандеме профессиональном я такой министр иностранных дел. Основное соотношение с внешним миром осуществляю я. Вы знаете, я видела когда-то такую замечательную табличку «Отдел внешних сношений». Ну да. А раньше было такое министерство внешнеэкономических сношений. Тоже интересно. Под честной манипуляцией мы принимаем такую манипуляцию, когда человек чего-то добивается от другого, не в ущерб этому другому. То есть он свои желания удовлетворяет за счет другого человека таким образом, что его желания другого человека тоже никак не страдают. И чем плохо? Книга об этом? Книга — это скорее учебник. Вот если честно, это учебник. Это учебник того, как манипуляции строить. Потому что, строго говоря, даже если человек поставил перед собой невыполнимую задачу никем не манипулировать, это не значит, что он согласен, что бы им манипулировал кто не попадя. А для того, чтобы не давать манипулировать собой, тоже нужно уметь манипуляции видеть и им противостоять. Знаете, как клоун в цирке. Клоун в цирке всегда то, что он пародирует и изображает, что он совершенно не умеет ходить по канату и прочее, он ходит по канату и ничуть не хуже тех, кто заходят по профессии. То есть это действительно учебник. А случайные или не случайные ассоциации, скажем, с книгой, которую, наверное, большинство из тех, кто пришел на встречу с психологами, знают игры, в которые играют люди? Ну, я думаю, что не открою большой тайны, что название чаще всего, ну, если речь не идет о художественной литературе, название чаще всего предлагает редактор. Ну, и там тоже, там тоже. Там тоже, ну... Спокойно. Да, да. Поэтому, да, действительно, видимо, вот наше издательство использовало эту аллюзию на Берна, игры, в которые играют люди. Мы сочли, что им не продаем книгу, не мы, а они. А вот в таком случае, вот просто слушая вас, вы приводите конкретные примеры манипуляций. Чем манипуляция от отношений отличается? Может быть, дело в терминах? То есть вы называете манипуляцией то, что мы привыкли, ну, немножко другими словами называть. Ну, чем манипуляция отличается от отношений? Самый первый ответ манипуляции — это действие. Действие и отношения — это принципиально разные вещи. Отношения существуют внутри меня. Действие — это то, что я произвожу во внешнем мире на основе моего отношения почему-то. Да, когда вы говорите, что обычно называют иначе, вот, честно говоря, это даже не то, что лукавство. Я не имею в душе это лукавство с вашей стороны. Это чаще всего лукавство, когда человек говорит, я манипуляцией называю другое. Попробуйте задать вопрос, что именно он называет манипуляцией. Дело в том, что вот мы в своей работе регулярно, как психотерапевты, регулярно сталкиваемся с очень простой, в то же время очень сложной вещью. В нашем языке и в любом другом существует три категории слов. Одна категория — это слова, обозначающие нечто очевидное. Мне не нужно давать определение столу. Я могу показать рукой на стол, да, и, в общем-то... А если стола рядом нет? Я могу его нарисовать. Да, могу нарисовать, и вы поймете, о чем я говорю. Есть вторая группа. Туда входят слова, у которых есть общепринятые, всем известные определения. Ну, допустим, процент, диссектриса. Вот в любой стране мира, если у человека, который, ну, хоть немножко в школе учился спросить, что такое процент, он в разных вариациях ответит, сотая часть числа. Да, точно так же в Африке, Швеции, Австралии. Вот всюду. Биссектриса — это одно и то же. А есть третья категория слов, которая для психологии самая важная. Слова, которые не имеют общепринятых определений. Да, любовь, свобода, счастье. И чаще всего люди даже не задумываются о том, что же они этими словами называют. Да, а при том, как мы это слово понимаем, так мы и пользуемся самим этим понятием в своей жизни. То есть если мы понимаем любовь как... Ну, я цитирую один из вариантов, который много раз слышал от своих клиентов. Невозможность жить без другого человека. Вот как только я считаю, что любовь — это невозможность жить без другого человека, я обрекаю себя в любовных отношениях на тяжелую, практически неизлечимую зависимость, с ее вечным спутником абстинентным синдромом. То есть ломкой, когда этот мой любимый человек меня бросает, умирает или что-то с ним еще происходит. Да, вот если я так понимаю любовь, так строится любовь у меня в жизни. То же самое с манипуляцией. Люди могут, ну и часто, да, мы же не первый раз эту книгу как-то презентуем, и на всех этих выступлениях с нами отчаянно спорили, говорили, что с нашим определением не согласны, но своего не дали ни разу. Своего определения манипуляции? Да, да. То есть мы же не претендуем на то, что мы дали правильное для всех определение, да, и исчерпывающее. То есть, ради бога, мы имеем в виду, что когда мы, вот Елена Леоненко, Калина Тумашенко, мы произносим слово «манипуляция», мы вкладываем в это слово вот такое конкретное содержание. И именно про эти манипуляции, самое разнообразное, мы говорим в этой книге. Да, когда люди спорят, тут за этим есть такая интересная штука. Зачем, как вы думаете, зачем людям считать, что манипуляции – это плохо? И почему вдруг этот знак «минус» к слову «манипуляции» приклеился? Вообще-то, если вот, допустим, разговаривать с бизнесменами, особенно с успешными, они вам никогда не скажут, что манипуляция – это плохо. Наоборот. Почему? Потому что они умеют это делать. И умеют противостоять чужим манипуляциям. Да? Соответственно, чаще всего манипуляции, манипуляцию считают чем-то неприятным, те, кто манипулировать, не умеют. Вопрос, почему не умеют? Знаете, что самое необходимое для умения успешно манипулировать? Умение понимать других людей. Да? То есть, знать, что они хотят, что им сказать, чтобы у них возникло то или иное чувство. Для того, чтобы понимать другого человека настолько глубоко, чтобы суметь им манипулировать, нужно к этому человеку такое внимание проявлять, которого вот эти поборники без манипулятивного общения, чаще всего, проявлять просто не умеют. Смотрите, ведь почему люди сопротивляются манипуляции, по крайней мере, когда им говорят, что вот тобой манипулируют, почему это вызывает у них такое отторжение? Ну, во-первых, потому что если тобой манипулируют, значит, в каком-то смысле лишаешься свободы воли. Нет. Я бы чуть уточнила. Если мной пытаются манипулировать, это означает, что ко мне относятся как к объекту. Слово «манипуляция» вообще говоря, произошло от латинского «с действие кистью руки». Мы же не считаем медицинские манипуляции чем-то ужасным или технические манипуляции чем-то ужасным. Ну, ужасным, но неизбежным. Ну, ужасным в смысле приятным, но не в смысле непозволительным, неэтичным, не там, бессовестным и так далее. Да? То есть, если кто-то пытается мной манипулировать, для него я не столько человек, сколько вещь, посредством которой он пытается какие-то свои желания удовлетворить. Это может быть обидно. Но, строго говоря, как я уже говорила, а не давать. Вот вы упомянули бизнес, да, и сказали о том, что эти люди умеют манипулировать. Но, смотрите, почему этот пример, ну, такой немножечко, как бы сказать-то, не то, что не очевидный, он очевидный как раз, но как раз в отрицательном смысле. Потому что обычно бизнесмен старается клонить другого, того, с кем он ведет переговоры некие, к не самому выгодному для того поступку или решению. Он манипулирует, извините, в свою сторону. Замечательно. Вот представьте себе, вы человек, к которому обращается бизнесмен. Вы тоже бизнесмен. У вас есть некие интересы, ну, в основном. Бизнесмен, в моем представлении, человек, который получает прибыль, не заработную плату, а прибыль. Я не могу не придать. В этом смысле, ни одна из нас ни разу не бизнесмен. Это точно. Заработную плату еще может быть. Так вот, представим себе, что к вам обращается бизнесмен и говорит, я тебе продам совершенно негожий товар, просроченный, противный, но ты мне за это заплатишь очень много. Ну, вот, как вы думаете, кем вы должны быть, чтобы сказать, да, давай, я прям мечтаю именно об этом. Да? То есть, если он действительно хочет как-то вам что-то продать, ему нужно искать какие-то тонкие способы, какие-то ваши желания, к которым он может оперировать. Да? То есть, вот, заметьте, пример нежно-любимый, хотя такой, ну... А в книге есть? Нет, это пример, из рекламы. Ведь реклама манипулятивна вся. Это понятно. Вспомните дивную рекламу про некую туалетную бумагу, у которой смываемая втулка. Вот пока такие бумаги не появились, такие втулки, никого из нас вообще ни разу не парило то, что эту втулку нужно донести до мусорного ведра. Правда? Ну, мусорное ведро вообще в моей же квартире, я не в другой подъезд с ней пойду. Но что делает рекламный ролик сначала? Он усиливает неудобства от того, что втулка не смываемая. Там разыгрывается какой-то сложный сюжет, когда жена читает нотацию мужу, что он опять эту втулку отсюда не вынес. А потом вам говорят, вот смотрите, какие у вас трудности, а вот мы вам можем помочь их решить. Вот туалетная бумага со смываемой втулкой. Заметьте, те, кто не поймался на первую манипуляцию, спокойно продолжают покупать другую туалетную бумагу без смываемой втулки. Ну, ту, которая им нравится. Ту, которая им нравится. Если вы обращаете внимание на то, что человек говорит вам, как он действует, как он себя при этом ведет, вами манипулировать невозможно. Точнее, невозможно манипулировать нечестно, потому что мы же с вами уже вначале договорились, что честная манипуляция – это когда манипулятору в итоге хорошо и вам хорошо. То есть он не пытается тебе впарить товар или сделать то, от чего тебе будет плохо. Конечно. То есть он продает качественный товар и за него требует разумную, на мой взгляд, цену. Ему хорошо, мне хорошо. Если я покупаю товар у него же некачественный, это обозначает, что я преследую такую-то еще и свою цену. Либо не разбираюсь в товаре. Нет, именно по отношению к тому, кто продал. Мало ли, что мне нужно от него. Нет, есть еще и третий вариант. Я хочу сэкономить мозги. Или я вообще думать не привыкла. Или я ленива. И я не собираюсь задумываться о том, как ведет себя со мной другой человек. Да, то есть он сказал, я поверила. Я свои силы сэкономила. Но вы все знаете эти дивные поговорки. Скупой платит дважды. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И так далее. То есть это третий вариант. Как этому можно научить? Вот знаете, у меня всегда психологические книги вызывают такое очень двоякое чувство. На основе так очень хочется сразу взять и научиться чему-то такому очередному, хорошему, интересному. С другой стороны, вот как этому можно научиться с помощью книги? Ну, давайте сразу договоримся о том, что научиться хоть с помощью книги, хоть на тренинге, хоть там в высшем учебном заведении, можно только низшему ремесленному уровню любого умения. Да, все остальное. Это то, что человек там освоит сам. И будет учиться только на своем опыте. Поэтому у нас тоже, разумеется, здесь такой, ну, начинающий уровень манипулятора. Вот мы не очень скромные девушки обе. Поэтому скажу так. Вот наше некое принципиальное отличие от большинства наших коллег, мы не пугаемся слова алгоритм. Мы свято убеждены, что в жизни, в человеческой жизни, в решении жизненных задач есть свои алгоритмы. Да, и в этой книге мы точно так же описываем алгоритмы действия. Да, то есть, ну, представьте себе, вы же, ну, дамы, которые присутствуют здесь и умеют вязать. Да, вот, вы осваиваете некий новый узор. Вы книги читаете, его описание, да. Вы видите некую схему. Да, вам трудно первый раз, у вас может не получаться, вы путаете петли раз, другой, третий, пятый, потом все прекрасно, вы этим узором взяли роскошный свитер. Точно так же и в нашей книге описываются совершенно конкретные алгоритмы, разделенные на три темы. Тема первая, это, как уже говорилось, умение собирать информацию о другом человеке. Это, конечно, ну, вот для нас, все, в нашей профессии, это невероятно важная и интересная тема, потому что мы... Какой анамнез такой? Нет, вот то-то и оно, что нет. Анамнез, что в медицине, что в психологии, по сути дела, это то, что человек сам вам говорит. Но, не забывайте, если человек пришел к врачу-терапевту, ну, и тот у него спрашивает, были в семье такие-то заболевания, ну, глупо врать, умалчивать. А вот когда человек приходит к психологу с какой-то своей проблемой, он далеко не всегда говорит правду, ну, не потому, что он паршивец, который собрался обмануть психолога. Стесняется. Да нет, он врет себе. Нам он говорит то же, что себе. Но если он врет себе, то нам он тоже говорит не правду. И наша задача, исходя из того, что он говорит, как он строит фразу, как он говорит, в какой момент он говорит, извлечь ту информацию, которую он нам не расскажет. Может быть, не расскажет даже потому, что сам никогда о себе в этом ключе не думал. Или даже вообще не подозревает, что можно на себя с этой точки зрения смотреть. Поэтому сбор информации за пределами того, что человек говорит вам в прямую. Знаете, я когда-то видела очень милое интервью с Розенбаумом, которое было записано в промежутке. Вот он дает какой-то концерт. Нет, не в антракте. Он забежал буквально между двумя песнями. Там его ансамбль играет. Он забежал под промокнуть. И кто-то из присутствующих в грим-уборной, не это ве, спрашивает у него, ты что такой взвинченный? Я даже передать не могу. Актерскими способностями не шибко обладаю. Я как рыкнул Розенбаумом, я совершенно спокоен. Он произнес некую информацию. Я даже охотно верю, что он может быть в этот момент и сам считал, что он совершенно спокоен. Но если смотреть, как он говорит, мы получаем совершенно иную информацию. Пример очень банальный. А на самом деле информацию собирать... Ну, в любой фразе человека содержится столько информации о нем, что даже страшно об этом подумать. Если там будет интересно, мы можем это проиллюстрировать. То есть первое, о чем вы говорите в книге, насколько я могу понять... Да, сбор информации. Вы, кроме всего... Это такое формальное слово, да? Правильно, но формально. Я сейчас немножко расшифрую, насколько я могу понять. Вы говорите о внимании к другому человеку. Ну, внимание к другому человеку – это инструмент сбора информации, конечно. Но мы там не просто в качестве лозунгов, да, говорим, что нужно это внимание проявлять. Мы описываем алгоритмы, как эту информацию собирать, на что обращать внимание. О чем там говорят определенные словесные обороты, да, определенное соотнесение того, в какой момент произносится слово, с тем, что в этот момент еще происходит. То есть вербальное, невербальное и тому подобное. Ну, невербальное в меньшей степени, потому что в невербальной информации очень много всяческих возможностей для ошибок. Ну, допустим, я всегда занимала... Многие из вас, наверное, знают эту книжку «Алла Пиз. Язык телодвижения». Да, то есть книга в свое время там... Бестселлер безумия. Да, был просто бестселлер. Было очень забавно, потому что различия в разных культурах настолько велики, что вот по одному и тому же рецептурному сборнику их анализировать. Вот, допустим, знаете что в Италии означает вот такой жест? Ваше предположение, что он может означать? Рекуси язык? Нет. Я вам покажу жест аналогичный, наш. Вот Италия не так далеко отстоящая от нас страна, да? Это не Новая Зеландия, где люди совсем другие. Ой, ну как-то это не гигиенично. Грязным пальцем по зубам стучать. А кто сказал, что Италия очень гигиеничная страна? Кто там был? Ну, не обязательно согласиться с этим мнением. То есть вот эти межкультурные различия, различия в разных семьях. Поэтому на вербальную информацию всегда опираться надежнее. Язык, он потому и язык, потому он и позволяет нам общаться, что мы все-таки некоторые слова понимаем одинаковым образом. Некоторые, не все. Вторая часть книги – это про то, как самим произносить слова, чтобы они приводили к нужному результату. О самоконтроле? Нет. Я бы проще все сказала о технике речи. Но речи не в значении актерской речи, не просто в значении ораторского искусства, немножечко иначе. Хотя там тоже речь идет и о порядке слов, в тех фразах, которые вы произносите, и о таких, ну, может, не очень известных параметрах, ну, скажем, актерам они известны, а чаще всего люди про это, ну, обычные люди, вот мы, зрители, про это не знают, да? Есть такое понятие, как направление речи. Существует три направления – к собеседнику, между нами и к себе. Да? Каждое из этих направлений выражается внешне по-своему и приводит к своим особенным результатам. Ну, самый простой пример – говорение к себе. Вот это все знают, да? Когда мы начинаем бурчать что-то себе под нос, у нас спрашивают, что? Говорят, да ничего. То есть мы понимаем, что собеседник услышал, но мы на себя ответственность за это не берем. Мы ничего такого, в общем-то, и не имели в виду, и можно на это как бы и не обращать внимания, но ты услышал, что я это сказал. Да? То есть так же можно разбирать любое направление речи. Разные интонации, ну, короче… А между нами это как? Между нами это, ну, это даже физически выглядит именно так, как называется. Да? То есть вот, ну… Прямое обращение. Нет, прямое обращение – это к собеседнику. Собеседник. Да? То есть когда я обращаюсь именно к вам, смотрю на вас. Да, да, да. И мое обращение подразумевает, что мне важно, чтобы вы отреагировали. То есть контакт глазами, к примеру. Там и контакты, и интонация, и громкость положения тела – все имеет значение. Я хочу добиться вашей реакции. Между нами, да, это вот, ну, представьте себе, вот если я даю ручку Кларисе, я протягиваю ей. А если я кладу ручку между нами, она здесь лежит, кому можно будет, тот возьмет. А никому не может быть, она так и будет лежать. То есть это вы кидаете в пространство некое… Да, то есть я показываю, что мне не обязателен ответ. То есть это ваше право решать. Отвечаете, не отвечаете, я приставать не буду. Да, захотите, мы продолжим. Не захотите, мы на этом завершим. Ремарка такая, как бы, да? Это может выполнять функцию ремарки. Это может выполнять функцию завершения разговора. Да, знаете, вот такие фразы, ничего сами все не обозначающие, но которые всегда произносятся именно в направлении между нами. Ну, ладненько. Что означает эта фраза? Ничего, но после этого собеседник может продолжить говорить, я могу продолжить говорить, может повиснуть в молчании. Ну, или как начальник говорит, ну, кажется, все все поняли. Да, 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 это именно между нами. Он же не говорит, ты понял, что я тебе сказал? Ты ко мне завтра приходишь вот с этой бумаги. Нет. Все все поняли, можно заканчивать. Но если у кого-то есть вопрос, то после такой фразы можно сказать, нет, я не понял, сейчас у меня вот еще есть один вопрос. И используя вот эти три направления, человек может добиваться каких-то разных действий. То есть это манипуляция эффектов, да? Да. В зависимости от того, что я хочу получить от другого человека, я использую то или иное направление разговора. Я использую повышающуюся интонацию, понижающуюся или равномерную, да? Можно организовать речь так, что вы убаюкаете собеседника, а можно организовать речь так, что он дернется и начнет внимательно прислушиваться. Да? То есть опытные преподаватели точно знают, да, что время от времени, если они читают лекцию, нужно там или какую-то хохмук бросить, или заговорить намного громче, чем до этого, или намного тише, чем до этого, да? И это все равно привлечет внимание. Чтобы разбудить. Ну, например. Как минимум. Да. Ну, и, соответственно, третья часть книги – это про то, как манипуляции конструировать. Иначе говоря, про умение думать. Вообще говоря, у нас написана еще одна книга. Ну, она еще не одна, но вот та, которую сейчас, о которой хочу сказать. Мы очень надеемся, что она тоже будет напечатана. Она называется «Оргия разума». «Оргия разума»? Да. Да. Потому что был такой великий еще советских времен философ Мирапа Мордашвили, когда я учился в МГУ, он там у нас временами какие-то лекции читал, собирал… По философии? По миробологии. Потому что, когда он говорил, это было интересно всегда, собирался там вообще такое количество студентов всего университета, сколько могло набиться в аудиторию, висели на люстрах. А он у вас на психфаке выявил? Он ничего не читал, он туда заходил. А, визу. Вот. И он часто использовал замечательный термин «интеллектуальный оргазм». Потому что красивое думание, чужое, и уж тем более свое собственное, это настолько острое, сильное, яркое переживание. К тому же, в общем, книга так и названа. Она про алгоритмы эффективного думания. И вот, собственно говоря, третья часть этой книги – это тоже такой чуть-чуть шкалярский уровень умения думать, то есть адекватно, эффективно конструировать манипуляции. То есть это такие умения писать некий сценарий. Да, умение писать некий сценарий, умение соотносить тактическую манипуляцию со стратегической. Да, я же могу, допустим, сейчас оказать некоему человеку услугу с тем, чтобы, ну, знаменитая сцена из «Крестного отца». «Мне сейчас ничего не надо, просто когда-нибудь я тебя о чем-то попрошу». Вот если вы помните самую первую сцену в «Крестном отце», то есть когда он исполняет желания гостей, и каждый из них оказывается ему обязанным. Никто не знает, когда придет время расплачиваться. Чистой водой стратегической манипуляции. Кстати, три фильма, которые, вот с Леной сколько это обсуждали, три фильма, которые можно считать просто, ну, учебными пособиями по манипуляции. Это, конечно же, «Доктор Хаус», это «Борджа» и «Карточный домик», сериал про «Белый дом». То есть когда каждое действие, по факту, является тончайшей, тонко продуманной и ориентированной именно на этого конкретного человека, на его особенности манипуляции. А секс в большом городе? Ой, он настолько примитивен, сравненно с этими тремя, что как-то даже вот жалко говорить. Про женский сценарий, нет? А что такое женский сценарий? Вот смотри, какая интересная штука. Есть такое выражение, которое женщины любят произносить при дыхании. Женское счастье. Почему нет аналогичного мужского счастья, а? А может это только мы так думаем? Может у них есть там какое-то счастье? Замечательно, но в культуре есть устойчивое выражение женского счастья. И нет выражения мужского счастья. Это мы себе придумали, что оно у нас какое-то такое особенное. Поэтому я не очень понимаю, что такое женский сценарий. Вы что, мне кажется? А, личную жизнь. Личную жизнь, которую пытаются строить эти девушки. Вот тут тоже интересно. Смотрите, вот если вы помните, вначале я сказала, что 90% человеческого общения построено по принципу манипуляции. И мы говорили о том, что манипулятор себя воспринимает, пусть даже не осознанно, как человека, а манипулированного есть такое выражение, да, объект манипуляции. Он вещь, он нужен для того, чтобы исполнить мое желание. Если мы говорим о личном общении, о действительно интимном, широком смысле слова общении, то оно, конечно, попадает в оставшиеся 10. То есть, когда я субъект, и ты субъект, мое желание не важнее твоего, а твое не важнее моего. Я не правее тебя, а ты не правее меня. Да, и, соответственно, фраза «я хочу, чтобы ты» — это манипуляция. А фраза «я бы хотел, чтобы ты что-то сделал» подразумевает «я бы хотел, если бы ты тоже этого хотел». То есть, я не требую, я не добиваюсь, я просто озвучиваю, чтобы мне было бы приятнее. Так вот, если мы говорим о личной жизни в значении выйти замуж, то это, конечно же, про манипуляции. Да, то есть, мы все прекрасно знаем, как нужно посмотреть на мужчину, чтобы он, в общем-то, догадался, что к вам лучше подойдет. Вот, или наоборот, что к вам лучше не подойдет. Мы примерно знаем, как нужно строить с ним общение, чтобы в какой-то момент он, скрипя сердце, сдался и... А тут про это есть? Да нет. Это ведь неинтересно. Это неинтересно, про это написано столько, причем столько всякой пурги, что, честно говоря, нам присоединяться к этому не хотелось. Там какие-то отдельные частные примеры, наверное, есть. Ну, какая отдельная тема большая? Конечно же нет. Там есть в конце конкретные примеры совершенно конкретных манипуляций, разобранные вот как раз в соответствии со всеми теми алгоритмами, которые приводятся во всех. А какая ваша любимая? Самая, ну, я не знаю, манипуляция, я имею в виду, самый пример, самая любимая ситуация, история, ну, вот то, что вы говорите, разбираются подробно. Ну, смотрите, в тех примерах, которые мы приводим, они действительно конкретные. Ну, допустим, там есть пример про, он как бы представлен даже дважды, это как раз про семейную жизнь. Значит, в одном случае муж, который хочет поехать на рыбную ловлю, но ему, там вот со своими друзьями, друзья собираются в Норвегию, для него это слишком дорого. Такая его задача сделать так, чтобы его друзья сами захотели поехать не в дорогую Норвегию, а в намного более дешевую, ближнюю Финляндию. Да, как это можно сделать? И второй раз этот пример. С точки зрения жены, которая, с одной стороны, конечно же, нежно любит своего мужа, но с другой стороны, ей абсолютно не в кайф, чтобы он уезжал в эту самую, хоть Норвегию, хоть Финляндию, и бросал бы ее на три недели. Да, как сделать так, чтобы не шантажом, там, больным сердцем или скандалом заставить мужа остаться дома, а как сделать так, чтобы он сам этого захотел больше, чем уезжать? Да, то есть вот там такие, например, есть. Слушайте, такая интрига, мне кажется, после этого уже неизбежно надо покупать, читать, потому что интрига потрясающая. Совершенно не разрешимая, мне кажется, для, даже в голове у 90% женщин, если не больше. Опять же, давайте не будем забывать, что примерно половина браков заканчивается разводами. Почему? Потому что в семье не каждый получает то, что хочет, или никто не получает то, что хочет. Почему так происходит? Да потому что смотреть друг на друга не пробовали. С одной стороны, непонятно, почему было принято решение именно с этим человеком создавать семью, а когда уже такую семью создали, не было приложено никаких усилий для того, чтобы этого человека научиться понимать. Да, то есть ведь очень часто приходит, ну, там, например, разводящаяся женщина на прием, или разводящийся мужчина. И задаешь вопрос, а как по вашему, почему вот ваш муж так-то поступает? Ответ в 90% случаев звучит так. Он говорит, что потому-то и потому-то. Да ладно, что он говорит. Вы 20 лет прожили вместе. Как вы думаете, почему он так делает? Нет, не знаю. А правда не знаю? Правда не знаю. Правда не знаю. Да, потому что, ну, а зачем? Получается, что семья – это как бы гарантия, что можно уже не напрягаться, а иметь все, что я хочу. То есть в каком-то смысле вот эта книга для того, чтобы жить более осмысленно? И осмысленно, но, наверное, в первую очередь более интересно. Потому что, если я умею понимать других людей, я умею понимать и себя. Умение понимать, умение интересоваться – это как фонарик. Если у меня фонарик есть, и он исправен, я его могу направить на все, что угодно. И рассмотреть в мельчайших деталях все, что угодно. То есть, чтобы ключ лежал как раз там, где фонарик? Ну, когда ищут ключ в темноте, да? Нет, если я ищу ключ, чтобы у меня при этом был фонарик. С собой всегда. Да. А интерес – это такая штука, которая с собой может быть всегда, если она есть. Места не занимает, есть не прочее. Мы сейчас плавненько от этой книги перейдем к той, потому что мостик совершенно очевидный. Но мы заговорили о семье, о браке. В результате получаются дети, которых тоже, в общем-то, не всегда понимают. К сожалению. Я бы даже сказала, что очень оптимистично сказано – не всегда понимают. Чай все-таки, вот по нашему опыту профессиональному чаще не понимают. Очень мало кому из детей везет с родителями. Включая и детей уже выращивают. Ну, ребенок не муж, в общем-то, или не жена. Поэтому вроде бы как предполагается, что уж кто не поймет, как родной пап-мама. Понимают обычно не ребенка, а понимают некий свой образ идеального ребенка. Такое, просто выложат. Когда ребенок должен, ребеночек уместиться должен. Который его то загоняет. Ноги подпилят, то сверху постучат, чтобы он вписался. Естественно, ну, кому понравится из детей, тогда его как-то ущемляют. Ну, либо вытягивают, либо подпиливают. Вы придумали такую необычную форму. Это не просто какие-то рекомендации. Это я просто заранее говорю про тех, кто книжку пока не видел, не рассмотрел. То есть там задана некая ситуация. Вы показывайте, а я немножко расскажу. Вот там задается некая ситуация, конкретная, с которой сталкиваются подростки. Вот одна страничка, это ситуация. Ситуация. И что будет, если сделать так, если сделать сяк, если сделать наперекосяк. Не просто вот варианты, да, а что будет если. А вот давайте у зала спросим. Вот наверняка здесь есть, ну, подростков мало, но вот вдруг. Вот реальную ситуацию, вот просто какую-то реальную ситуацию, вопрос, с которым, вот обращаясь конкретно к девушке, вдруг у нее что-то есть. Кстати, прошу прощения, это не просто подростки, это подростки, которые в некотором смысле соавторы книги, и уж совсем соавтор книги. Это Наташа Войнич, которая нашу книгу иллюстрировала, нам очень понравилось с ней иметь дело, потому что... Да, и, соответственно, вот присутствующие вместе с ней подростки, насколько мы знаем, принимали самое живейшее участие в создании и оформлении книги, поэтому они не чистые эксперименты. Нет, ситуацию задавали мы. Вот, вот ситуация, вот девушки, вот какую-нибудь конкретную ситуацию, реально, пусть не вашу, пусть ваших подруг, вот скажите, произнесите вслух. Ревнует в дружбе. Да. То есть, если я начинаю больше общаться с ней, то она начинает обижаться. А почему ты, да, почему ты не со мной, а с ней, да, вот такого рода? О, сейчас. А вы не подглядывайте, вы сами рассказываете. Ну, там 150... ну, не 150, чуть-чуть. Нет, у нас есть конкретная. А, так нет, у нас туда попадали. Тем не менее. Хорошо. Значит, моя подруга меня ревнует к другим моим знакомым. Я правильно поняла? К друзьям. Другим моим друзьям. Что я могу делать? Скандалить добиваться эксклюзивного внимания моей подруги ко мне. Делать так, чтобы она не знала, это второй вариант, да, делать так, чтобы она не знала о моем общении с какими-то другими... То есть, шифроваться. Шифроваться, да, в Штирлице играет. Подсказываю, какой третий вариант. Потому что все-таки мы не за пять минут каждую с кем-то делали. Это ж... А вы как, на своем опыте или... У нас, опять же, в нашем тендене подростковый детский психолог Лена. Ну, я просто... На своем опыте, извините. Я подростком была очень... Нет, на своем профессиональном, Лена. Кто же тебя про твою подростковую спрашивает? Да, есть вариант еще один. С подружкой этой как бы приклеиться друг к другу и не оставлять ее ни на одну секунду. Чтобы остыть в тело. Все время следовать за ней, чтобы у нее не было возможности налево сходить. То есть, суть устройства книги такова. Вот мы сейчас перечислили так на вскидку три шага, а дальше от каждого шага идет некая цепочка последствий. Что будет? Вот тот вариант, который сейчас предложила Лена, естественно, предназначен для того, чтобы подруга сама озверела. Захотела уже некоторой свободы от вас и, соответственно, предоставила бы некую свободу вам. Другое дело, что в этой ситуации вы, конечно, этой подругой тоже манипулируете. Видите, она, если с чувством юмора, то все будет замечательно и это как раз очень симпатично перестроит отношения. А вот если у подруги чувства юмора нет, то когда она озвереет, она спустит на вас всех собак, дружба, скорее всего, закончится. Но тогда она может быть и к лучшему. Рассматриваем другие варианты. Скандали. То есть, во-первых, если вы скандалите и добиваетесь своего права общаться с другими, своими друзьями, по сути, вы тем самым признаете какую-то, ну, обоснованность, что ли, ее претензии, вообще ее право их высказывать. Просто моя задача ее переубедить, да? Но ведь по-хорошему, если вы таким образом ее пытаетесь переубедить, это означает, что вы соглашаетесь с ее правом регулировать ваше общение. И что будет, если вам переубедить ее не удастся? Вы же уже признали ее право руководить вашим поведением. Совершенно понятно, кто будет главным в ваших отношениях. Какой у нас был там еще один вариант? А, еще один вариант был шифроваться. Шифроваться. Ну, во-первых, понятно, что это вариант, который создает для вас большое количество ограничений. Вы, ну, реально много чего сделать не можете. Усложняйте себе жизнь безумно. Жизнь усложняйте себе бесконечно. При этом этим вариантом вы тоже подтверждаете, осознанно или неосознанно, ее право контролировать вашу жизнь. И теперь представим себе, вы прокалываетесь. Ну, даже Штирлиц, как известно, почти прокололся. Вот если бы Шелленберг не зашел, в общем, Штирлиц явно попал бы в подвалы Мюллера. Да, поэтому вы тоже имеете свои шансы проколоться. Тогда скандал будет все равно, и мы снова выйдем на вариант скандала. Мы снова выйдем на то, что вы признаете ее право управлять вами. И, соответственно, вы отказываетесь от собственной свободы в этих отношениях. Тогда возникает вопрос, а вам это зачем? Неужели дружба с нею для вас важнее вашей жизни и свободы? Дружба с нею по-любому это некая часть вашей жизни. Ну, сейчас понятно, что очень так навскидку. Хорошо, а оптимальный-то выход какой? Какой-то выход, который и с подругой не разведет. Ну, может быть, она вам действительно симпатичнее, неприятно. Хорошо, четвертый вариант. Четвертый вариант, ну, то есть вот тот вариант, который предложила Лена, да, когда вы, ну, по сути, отзеркаливаете подруге ее поведение, чтобы она, в общем, увидела, что она-то творит, и поняла, что не факт, что ей самой-то надо. Он достаточно эффективен, на самом деле, но вот он манипулятивный. Честный вариант – просто сказать, «Я буду общаться с теми, с кем хочу». Если тебя это устраивает, прекрасно мы дружим. Если тебя это не устраивает, значит, ты хочешь не дружить со мной, а меня иметь. Я возражаю. А много, вы знаете, подростков, которые могут вот так сделать? Немного, а счастливых людей вообще немного. На минуточку. Во взрослом состоянии тоже. Для этого книжку и писание, потому что подросткам не всегда они могут спросить у взрослого. А потом любой совет впрямую очень часто не воспринимается. А здесь не только подростки. Да, довольно в шутливой форме, но, тем не менее, с последствиями всех возможных действий куча разных ситуаций, как с родителями, так и в школе, с одноклассниками, с учителями, вне школы, с любимыми, с компанией и так далее. Причем мы, когда эту книжку писали, на самом деле мы решали две задачки – тактическую и стратегическую. Тактическая задачка – это действительно в рамках каждой конкретной проблемы человек может рассмотреть разные варианты, выбрать наиболее подходящие для себя, то, что он получает конкретную помощь в конкретной ситуации, если сам того хочет. Но у нас была стратегическая задача. Стратегическая задача связана с нашим профессиональным представлением о том, что детство нужно человеку для того, чтобы освоить все умения, необходимые для будущей счастливой жизни. Детство – это тренировочный период. Чем тяжелее будет в тренировочном периоде, тем тяжело учение легко в бою. Ой, наивные вы романтики, психология. Да ладно, да ладно. Кто же это, интересно, в подростковом возрасте осваивает? Выжить бы. Кларис, речь идет не о каких-то семинарах по освоению, а о том, что у ребенка с первого дня его жизни начинают возникать разные жизненные задачи. И он их вынужден решать, чтобы выжить. Но поскольку он этого еще не умеет, то, пробуя, совершая попытки, он и осваивает эти умения. Именно это мы и имеем в виду. Так вот, ко всему прочему, эта книга, она еще и про освоение одного чрезвычайно важного жизненного умения, ну, как бы сказать, которое большинством людей, к сожалению, недоосваивается. Это умение выстраивать причинно-следственные связи. То есть вот прямо сейчас начальник меня разозлил, и мне страшно, хочется сказать ему, что...